Традиционно в первые дни октября в Украине чествуют педагогов и благодарят за такой нужный и нелегкий труд. Для учителей Международной академической школы Одесса нынешний профессиональный праздник особый, ведь он для преподавателей первый в новом доме. Поздравил учителей инициатор создания в Одессе школы будущего, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Подробности в материале наших корреспондентов. Традиционно в первые октябрьские дни в Украине отмечается замечательный праздник День Учителя. С возрастом мы все больше осознаем, какую важную роль сыграли преподаватели в нашей жизни. В Международной академической школе Одесса поздравил учителей с их профессиональным праздником лидер Украинской морской партии Сергей Васильевич Кивалов. Международная академическая школа Одесса – это гордость нашей страны. Здесь созданы все условия для учебы и внеклассных занятий, физического, творческого и духовного развития подрастающего поколения. За многие десятилетия это первое учебное заведение, построенное в Одессе без использования средств из бюджета города, области, страны. Инициатор создания школы будущего, не имеющий равных в Украине и Европе, уверен, что качественное образование – залог успешного будущего, новых перспектив и хороших возможностей реализовывать свой потенциал во взрослой жизни. Сегодня, вы видите, у нас появился еще один коллектив – Международная академическая школа. Я сегодня зашел накануне этого праздника, увидел светлые лица наших учителей, увидел их добрые улыбки. И, вы знаете, сердце радуется, я настолько благодарен судьбе, что у меня получилось при поддержке Украинской морской партии построить школу будущего. Вот потрясающая школа. Вот ради этого стоит жить и создавать. Я хочу искренне поздравить учителей Международной академической школы, не только нашей школы, но и всех учителей города Одессы. Хочу самое главное пожелать, чтобы они были здоровы, чтобы они были счастливы, чтобы они были всегда востребованы, чтобы в их семьях, в их домах всегда была любовь, здоровье, благополучие и успех. И пусть нас хранит Господь. С праздником вас, дорогие учителя! Весь учебный процесс в школе построен по специальным программам с применением самых инновационных технологий. Все классы уже оснащены интерактивными дисплеями для более легкого усвоения материала. Вся школьная документация ведется в электронной форме. И дневники, и расписание уроков, и отметки, и замечания. Доступ к этой информации есть у детей, учителей и родителей. Это совершенно новый подход к процессу обучения. Все, что вы видите в школе, это наша техника, это то, что мы закупили через свой технопарк, который создали здесь в Одессе. Этот технопарк работает, и мы планируем, вот сделали образец, во все школы распространить то, что у нас есть. А это и программа, и вся компьютерная техника. За этим будущее. За этим будущее обучения детей. И к празднику Дни Учителя, вот мы сделали такой хороший подарок. День Учителя – это главный праздник всех людей, работающих в сфере образования. По указу президента Украины от 11 сентября 1994 года, этот день отмечают в первое воскресенье октября. Директор Международной академической школы Одесса отметила, работа в новом учебном заведении – это главный подарок для всего педагогического состава. В этом году мы впервые отмечаем День Учителя в стенах Международной академической школы Одесса. Для нас большая честь. Сегодня приезжал Сергей Васильевич, который поздравил коллектив с праздником, пожелал нам творческих успехов, всего самого доброго, было очень приятно. Мы получили приятные подарки от Сергея Васильевича к празднику. Школа будущего оборудована новейшей системой охраны, посторонней сюда не попадет. Все учащиеся и сотрудники имеют при себе специальные карты, которые фиксируют вход и выход из учебного заведения. Также на эти карты родители могут зачислить деньги и отследить, чем ребенок питается и когда он приходит в школу. А также в школе создана такая система безопасности, когда каждый ученик, зайдя или выйдя из школы, он, прикладывая свою карточку, его родители получают оповещение о том, что ребенок зашел или вышел из школы, здесь безопасно, здесь комфортно, здесь надежно и здесь очень интересно. Напомним, что Международная академическая школа Одесса открыла свои двери для учащихся 1 сентября. Все педагоги прошли определенного рода кастинг, чтобы занять ту или иную должность. За месяц работы, говорят учителя, они наладили учебный процесс. Главный отзыв – это горящие глаза их воспитанников. Ведь главная задача – это вырастить образованное поколение с мышлением будущего. Основой этого станут просторные классы нового поколения, спортивные комплексы, два бассейна, новая система обучения с использованием цифровых технологий и даже киноконцертный холл. Я работала в многих школах, но эта школа найкращая, найсучаснейшая. Такие дошки, такое оснащение, как и в Международной академической школе Одесса, вызывает только захопление и даже удивление. Первый месяц прошел, очень нравится работать, есть чем сравнить. И очень приятные родители, очень хорошие дети, довольно-таки способные дети. В Международной академической школе Одесса с первого класса дети посещают занятия шахматами и плавание. Бассейн с трибунами, с современной системой очистки воды и специальными насосами, которые наполняют бассейн артезианской водой из подземного озера с огромными запасами воды. Кроме основного большого бассейна есть и малый бассейн, где смогут заниматься ученики младших классов. Плавание является одним, наверное, из самых любимых уроков у детей. Дети приходят с восторгом. У нас 25-метровый бассейн, у нас отдельный маленький бассейн, в котором поддерживается температура воды и воздуха международных стандартов. Начиная с первого класса, школьники изучают иностранные языки. К уже ставшим привычным английскому, французскому и немецкому языкам добавили иврит. Знание иностранных языков расширяет горизонты и перспективы в будущей профессиональной жизни. Я могу сказать, что у детей действительно горят глаза, они очень рады приходить в нашу школу. Мне как учителю, который ориентирован на внедрение современных интерактивных, инновационных технологий в обучение, очень приятно, что в нашей школе созданы такие вот условия. Лидер Украинской морской партии, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов подчеркнул, что сейчас очень важно поддерживать учителей и оценивать их труд достойной заработной платой, а также создавать хорошие условия труда. Именно от учителей зависит будущее поколение одесситов. Профессия учителя на сегодняшний день не очень престижная. Вы знаете, заработная плата минимальна. Ну что, если он учился 6 лет, получил диплом магистра в педагогическом университете, приходит в школу и получает 5-6 тысяч гривен. Вот мы предложили муниципальную карту Одессита. Она связана и с учителями, и с врачами, и с пенсионерами. И нужно повернуться лицом непосредственно к тем людям, которые сегодня нуждаются в этой поддержке. Если мы будем доплачивать учителям всех школ, мы сможем найти хороших преподавателей, хороших учителей для школ. Было много желающих построить на этом месте многоэтажный жилой комплекс или развлекательный центр с казино. Но, вопреки всему, по инициативе лидера Украинской морской партии Сергея Кивалова здесь построили полноценную общеобразовательную школу общей площадью 22 тысячи квадратных метров. Тем более, это район, где наблюдается острая нехватка школ. А те, что функционируют, очень перегружены. Украинская морская партия будет и в дальнейшем развивать проекты, связанные с образованием, спортом, культурой и духовным воспитанием в нашем регионе. Будущее страны за здоровым и образованным поколением. Василий Базовлук, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».